Программа «Земский доктор» стала одной из самых результативных мер по закреплению медицинских кадров в сельской местности и малых городах. За 10 лет в ней приняли участие более 500 специалистов. Не менее эффективное и целевое обучение. В этом на примере Ниандамской ЦРБ убедился мой коллега Алексей Макеев. В Ниандамской ЦРБ с 2022 года начали работать сразу семь молодых специалистов разного профиля. Многим приходится расширять для себя профессиональные задачи. Сейчас мы проводим комиссию военкомате, военно-врачебная экспертиза. Обычно я веду прием в взрослой детской поликлинике и дежурю в стационаре. Но специалистов в районных больницах становится больше. Свою эффективность показывает программа по целевому обучению студентов-медиков. Целевики получают ежемесячную доплату к стипендии, а затем оплата проезда и компенсация найма жилья. Далее служебное жилье, подъемное, как все по программе области. Заключен договор у меня также на Земского, по программе «Земский доктор», то есть получим тут миллион рублей. В общем, чувствуется поддержка молодым специалистам в полной мере. За работу в удаленной и труднодоступной местности ежемесячно доплачивается по 5000 рублей медсестрам и акушеркам и по 10 тысяч фельдшерам и врачам. Работать мне нравится. Предоставили мне кабинет, поставили новую мебель, то есть создали для меня все условия, чтобы было именно приятно работать здесь. Самое главное – молодые специалисты возвращаются на малую родину, где их многие знают. За 10 лет благодаря программе «Земский доктор» рабочие места на селе обрели более 500 медицинских работников. В родном краю хорошо, в больнице администрация во многих вопросах идет навстречу, плюс региональные программы по молодым специалистам доплаты идут. Важно, что молодые специалисты чувствуют, что их труд ценят, а опыт работы при нехватке медицинских кадров по самым разным направлениям и вовсе бесценен. Учат, помогают меня все равно, обучают. Здесь на самом деле как-то и опыта намного больше получил, чем проходил учебу за все 8 лет. Отметим, что на региональном уровне медицинским работникам сельской местности возмещают расходы по оплате коммунальных услуг, топлива и содержания жилья. Алексей Макеев, Наталья Перцева, Регион 29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова